В понедельник на нашем телеканале стартует масштабный проект «Достояние республики», посвященный столетию Комик-Рая. На протяжении двух месяцев города и районы будут бороться за победу в этом проекте. Победитель будет назван 20 августа, накануне юбилейных торжеств. Уже сейчас в муниципалитетах сформированы команды знатоков, которые и будут представлять районы в телевизионном прямом эфире. Кто же примет участие в интеллектуальной битве, расскажет Алена Торкина. Вы знали, что на территории республики расположено самое большое болото в Европе. Его площадь почти 180 тысяч гектаров, а вот глубина не такая впечатляющая – примерно полтора метра. Название у болота «Говорящие» – «Океан». Вот такой интересный факт. Совсем скоро вы сможете узнать о нашей республике еще больше. Уже с понедельника в течение двух месяцев вы сможете следить за ходом проекта «Достояние республики». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Меня зовут Артемий Барсуков, и я желаю вам солнечного настроения. В нем примут участие 20 команд из районов и городов нашего края. Встречаться с ними ведущие проекта будут в режиме онлайн по телемосту. Всего знатоков ждет 7 раундов, в каждом по одному вопросу. За правильный ответ команда получает число баллов, равное номеру раунда. То есть, например, в четвертом игроки могут получить аж 4 очка, а в пятом – 5. Если ответ команды оказался неверным, в их копилку, увы, не отправляется ничего. Какие же будут вопросы? Мы, ведущие, не знаем. Мы узнаем об этом непосредственно перед прямым эфиром. Нам будет вручаться конверт, и во время эфира мы его открываем, и тогда будем зачитывать вопросы в первый раз, будем слышать их, как и участники. Я жду только положительных эмоций. Конечно, всем участникам, всем районам, городам нашей республики хочется пожелать успехов, удачи, и, конечно, чтобы они получали истинное удовольствие от процесса самой игры. На обдумывание вопросов знатокам городов и районов будет даваться всего минута. Над их составлением трудились лучшие умы. Академия наук, библиотеки, музеи и архивы коми. Но и это еще не весь список. Стоит отметить, что право озадачить гостей нашего проекта вопросами достанется не только ведущим интеллектуальной игры. Будут приглашены специалисты из самых разных сфер от музыки до спорта. Я думаю, что ни для кого не секрет, коми – это родина лыж. А знаете ли вы, что в 60-х годах прошлого столетия обломок самой древней в мире лыжи нашли в районе озера Синдер Книжпогостского района экспедиции Вычугодского археологического отряда коми филиала Академии наук СССР под руководством Георгия Бурова. Команды уже сформированы. Ведущие с нетерпением ждут начала мозгового штурма. Станьте и вы частью нашего экскурса в мир истории коми. Отвечайте на вопросы ведущих, болейте за своих земляков. Проект «Достояние республики» с 28 июня на телеканале Юрган в 20.00. Поздравим республику с вековым юбилеем. Красиво! Алена Туркина, Роман Боровиков, Юрган, Сыктывкар.